Дмитрий Васильевич Константиновский, кандидат в георгии и минералогических наук, член российского астрономического общества, о нашем любимом Солнце, презентации книги. У нее есть книжка, называется, мой любимый Плутон, а это вот Солнце. Всех люблю, и вас тоже. Вот это вот моя новая книжка, там, похоже, уже ее нету. Я вот ее дарю вам. Вот здесь, кстати, показаны данные, это последний цикл солнечной активности. Вот мы сейчас находимся где-то здесь, то есть в самом низу. Вот здесь представлены образцы активности Солнца, то есть пятна на Солнце. Вот тут их много, здесь их мало, а здесь вспышки на Солнце. То есть солнечная активность – это совокупность нестационарных явлений на Солнце. Вот здесь показан центр галактики, здесь положение Солнца, спиральным рукавием. Движение Солнца, то есть период обращения Солнца около некого центра, некого, потому что, так называемый, год Солнца, потому что сейчас принято якобы около центра галактики. Это все ерунда. Вот в моей книге «Новейшая астрономия» там доказано тремя методами, что не вокруг центра галактики, а есть промежуточная система. Примерно равен 180-250 миллионов лет. Это не мои данные, это геологические данные очень серьезных ученых разработки. Вот здесь показано положение Солнца в спиральных рукавах. Вот здесь вот Солнце и ближайшие звезды. И вот я доказываю, что Солнце наше вращается около Сириуса. Значит, цвет звезды. Цвет звезды зависит от ее температуры. Это тоже не мои данные, это признанные, научные. Одиночные звезды только белые или желтые. Почему я подчеркнула желтые? Потому что наше Солнце – желтая звезда. А двойные звезды встречаются всех цветов спектра. Солнце – рядовая, желтая, маленькая звезда-карлик. Вот здесь вот движение Солнца в галактике. Это так называемый апекс, как якобы движется Солнце. Обратите внимание, они в разные стороны. Но этого просто не может быть. Да? Но мы сейчас посмотрим, почему это может быть. Вот этот некий центр, это вращается наше Солнце. В каждый определенный момент времени эта школьная программа, школьная подчеркиваю, идет по касательной, к этой точке. То есть если мы восстановим перпендикуляр, то мы найдем центр обращения Солнца. То есть центр, около которого вращается Солнце. В данный момент оно идет вот сюда. Это апекс. И вот у меня там один серьезный ученый говорит, ну он же в апексе. Я говорю, ну апекс, давайте вспомним школьную программу. Как только Солнце окажется здесь, оно будет двигаться вот в этом направлении апекс. То есть в каждый определенный момент времени. И поэтому звезды, которые находятся здесь, они двигаются сюда. Звезды, которые находятся в этой точке, они якобы двигаются сюда. Вот здесь я говорю о том, что это Сириус, около которого вращается наше Солнце. Это перегалактией, в это время она якобы сюда. Это вот современное положение Солнца, она двигается сюда. Это апогалактией. Когда будет Солнце здесь, она будет двигаться сюда. И, кстати говоря, вот здесь вот потепление. Температура на Земле сейчас плюс 14 градусов Цельсия. Это научные данные. Здесь оно было плюс 20 градусов Цельсия. Да, плюс 20 градусов Цельсия. Здесь будет плюс 5. Средняя температура по Земле. Средняя температура. Вот сейчас мы очень медленно идем и по галактией. И температура в Солнечной системе будет постепенно падать. Но она будет падать 0,001 градус в год. То есть это незаметно. То есть мы идем в оледенение. Вот здесь вот взрыв двойной звезды. То есть когда звезда проходит перегалактией свой, происходит взрыв. То есть взаимодействие. Это чистая физика. Вы школьную программу помните? Два заряженных тела сближаются, между ними проскакивает искра. Вот тут то же самое. И вот моя гипотеза, что при удалении спутника, ну в данном случае, если будем считать спутник Солнца, а центр, это звезда Сириус, то звезда, то есть наше Солнце, расширяется, когда по галактии удаляется от Сириуса, она расширяется, замедляет свое движение и вращение. Это по закону Кеплера опять не мое. Вот светлеет, белит и частично остывает. Потом, когда она начинает сближаться со своей звездой, то есть данным Сириусом, то она начинает сжиматься, ускоряет свое движение и вращение, опять по закону, темнеет, чернеет и разогревается. То есть все черные звезды, черные дыры, это тот момент, где можно ожидать взрыва звезд, взаимодействия. То есть они максимально сближаются. Значит, изменение, как я сказала, должно происходить так. Расширение звезды идет от красного, оранжевого, желтого, зеленого, белого. Дальше идет сжатие звезды от белого, голубого, синего, фиолетового и черного. А Солнце, как я сказала, и желтый двигается по галактиям. Вот теперь обращаем внимание на индексы. Дело в том, что солнечные показатели, индексы, показатели, их более 30 штук. Более известные это числа Вольфа. Вот здесь площадь пятен, вспышки, потом солнечное радиозлучение, ну и так далее. И земные показатели можно назвать магнитные бури на Земле. И вот существует куча индексов. В своей книге я рассмотрела самые такие известные индексы. Вы больше всего знаете числа Вольфа. Это так называемые пятна на Солнце. Почему их чаще всего употребляют? Потому что это самый продолжительный ряд наблюдений за Солнцем. Тут порядка 300 лет. Все остальные индексы были гораздо позже, были введены. И каждый астроном считал своим долгом ввести еще какой-нибудь индекс. Вот здесь представлен график. Это восстановленные данные по рисункам астрономов. Здесь в красном это уже наблюдались за Солнцем. Вот мы, как я сказала, где-то вот здесь вот в конце. Обратите внимание на 89-й и 91-й год. Вот сейчас об этом пике двойном мы часто будем разговаривать. Это ежегодные данные. И чаще всего вы их рассматриваете. И ни у кого не сложился интерес, а взять, если по 10 лет, по 50 лет. То есть одна точка 10 лет, одна точка 50 лет. Вот я взяла, сделала такую работу. Вот это по десятилетиям. Обратите внимание, это вот за 300 лет. Вот они имеются, три пика. И мы с вами живем вот в этом пике. Если среднее значение за 250 лет, вот я сидела и считала это все, 53 единиц чисел Вольфа, то вот последние 50 лет 20 века солнечная активность поднялась в полтора раза. 75 единиц чисел Вольфа. Вот здесь представлено это вот по десятилетиям тот же самый. А вот это вот уже одна точка 50 лет. Это обратите внимание, видите, как поднялось. То есть такого за 300 лет не наблюдалось. Вот эти данные по радиоуглероду. Обратите внимание, здесь тоже есть пики, которые приходятся на те годы, когда вообще никакого производства не было. И не влияет от производства. Повышение температуры на Земле не влияет от производства, а влияет от активности Солнца. Вот здесь я представила, ну тут мои расчеты, они в книге «Когда приходят пророки», я там более подробно рассмотрела, это первая книга. Сейчас у меня их этих книг нету, ну и там целая история с этой книгой была. Вот, значит, вот это современные данные, то есть современная активность Солнца. Здесь были гораздо выше активности. Это данные по радиоуглероду. Вот здесь я начала сравнивать солнечную активность по четырем индексам. Обратите внимание, они все, в общем-то, не совпадают. Только вот последний, 20-й век, очень интересно совпадает. Практически растут по четырем индексам, но и четыре, которые более популярны. Здесь я смотрела по месяцам, тоже четыре индекса. Смотрела от января, ну и до декабря месяца. Они тоже не совпадают. Почему я это говорю, сейчас дальше поймете. Значит, последний цикл у нас начался в девятом году. Начало цикла, это по минимуму. И максимум пришелся на четырнадцатый год. Сейчас мы в самом низу практически, 25-й цикл, он начался. То есть мы сейчас в минимуме активности Солнца. И постепенно начинается рост. Ну, забегая наперед по солнечно-земным связям, примерно 20% всевозможных катаклизмов на Земле – это на росте, а 80% пик активности Солнца приходится на пик всевозможных катастроф на Земле. Вот здесь последние данные. Это вот восемнадцатый год, девятнадцатый год. И вот чуть-чуть сейчас начинается рост. Вот теперь вернемся в солнечно-земные связи. Ну, это междисциплинарный раздел, где там заинтересованы астрофизики, геофизики и воздействие, ну, то, что вам известно, то, что еще в свое время доказывал Чижевский. Ну, я приведу только некоторые примеры, потому что цель вот книги была именно солнечная активность, чтобы вам популярно рассказать. И там все расчеты есть, там все данные есть в книге. Вот это ударная волна, так называемый солнечный ветер, который влияет на магнитосферу Земли. И как медик еще могу сказать, что лекарства не по теме, но будет вам интересно. Если вы хотите принимать не четыре раза в день лекарства, а один раз, принимайте на заходе Солнца примерно в шесть часов вечера. Эффект будет такой же, как если вы будете четыре таблетки. Но каждая таблетка имеет побочные действия, как медик вам говорит. Так, вот это рост температуры на Земле. Видите, тут еще никакого производства не было, а рост начался. Здесь заболевания органов кровообращения и солнечная активность. Здесь вот очень интересный момент. Обратите внимание, я вам говорила, что да, вот 89-й и 91-й были пики активности Солнца, я вам показывала. Обратите внимание, это по месяцам. Август месяц, пик в году. Если мы берем август месяц, по дням, это 19-й и 21-й августа. Ну, вот здесь вот по поводу гениальности. Дело в том, что, вот я вам показывала, насколько мощная активность Солнца, мы сейчас живем. И в МГУ на биофаке ведутся работы, которые хотят доказать, я предположила, это моя гипотеза, что гениальные люди, гении и пророки рождаются именно в пике активности Солнца. Ну, и прогноз на будущее. Поскольку у нас с 14-го года происходит падение до 20-го, то есть должно быть похолодание. И вот было замечено, что рост температуры, он уже не наблюдается, а идет стабилизация или похолодание. Будущий 25-й цикл примерно с пиком в 2025 году, когда вот здесь вот можно ожидать вообще непонятно что. И дальше я вела так называемую шкала катастроф. Это шкала логарифмическая, как и все шкалы. И современная ситуация по катастрофам, так называемый конец света. Вот конец света – это 3 балла. Вот тот, который у нас 9 баллов, который бывает раз в 250 миллионов лет, вы понимаете, он еще далеко. Но уже 3 балла, которые у нас сейчас вот есть на Земле, вы посмотрите, что творится. А через 800 лет у нас будет как раз 4 балла. То есть это еще в какой-то прогрессии, в полтора раза выше. И вот эти вот последствия мы сейчас с вами наблюдаем. Я с вами, студентам, все время говорила, если идут глобальные ситуации на Земле, не ищите их на Земле, ищите их воздействие в космосе, то есть космическое воздействие. Ну вот где можно применять вот эти данные по солнечной активности? Дело в том, что моя дочка подошла ко мне и говорит, мам, ну напиши ты книгу. У меня вот мои друзья подошли и говорят, их детям в школе заказали реферат по солнечной активности, нигде не могут найти. Там буквально 3 слова, или вот такая книга, где там только нормальный человек. Ну, ненормальный только разберется, нормальный не поймет. Поэтому мне пришлось по приказу очереди, естественно, писать вот эту вот книжку. То есть это астрономия, естественно, да? Прогнозирование катастроф, это солнечные и земные связи, там идет прямая зависимость. Астрология. Дело в том, что талант все-таки зависит от воздействия Солнца. В момент рождения Христа там была активность примерно в 2 раза выше, чем у нас сейчас. Вот через 800 лет будет та же самая активность, которая была в момент рождения Христа. Ну и также школьникам и студентам все время заказывают вот эту тему. Они бедные страдают, но пришлось сесть вот и написать все. Вот эта вот книга «Плутон» — это новые планеты. Здесь я рассказывала о новых планетах, которые есть и которые будут. Это вот «Солнечная активность», последняя моя книжка. Вот эта вот новейшая астрономия ее уже... Ну их очень мало я печатала за свои деньги, извините, по 100 экземпляров всего. Ну потому что, сами понимаете. Вот. И теперь, если вы мне дадите буквально 2 минуты, у меня все время душа болит по поводу того, что говорят, у Христа есть дети. И даже мои друзья, которых я очень люблю и уважаю, у меня просто сердце болит. Я тогда их спрашиваю, да, а у Христа были дети? Да, мои друзья говорят. А я говорю, а что, в Евангелии написано, что была свадьба с Марией Магдалиной? Ну нет, не было. А тогда говорю, господи, прости, под кустом. Не смейте опускать святых на свою вторую чакру. Вторая чакра — это когда я его так хочу, что вот люблю, вот хочу. Это вторая чакра. Вся религия призывает к любви четвертой чакре. Это так, как мать любит сына, а отец любит дочь. Если у них вот здесь все нормально, то в постели они не затащат. Какие дети у Христа? Вы о чем? Чтобы это было первым, последний раз. Не будите во мне зверя. Спасибо большое. Так, извините, я еще скажу. Я пример привела вот этим своим друзьям. Я говорю, а у Сергея Радонежского тоже были любовницы? «Да что вы, Сергей Радонежский!» Я говорю, что вы считаете, что Сергей Радонежский более свят, чем Христос? Скажите, пожалуйста, а воровство в России зависит от солнечной активности? Все зависит. Спасибо, Людмила Васильевна. Спасибо.